Здравствуйте, у нас учение, горит объект Юрьевск, ноябрьская 139А. Алгоритм действий при возгорании на нефтебазе отрабатывается с самого вызова экстренных служб. После звонка диспетчеру информация передается во все пожарные части города. За считанные минуты первыми на место условного происшествия прибывают сотрудники специальной пожарно-спасательной части из Юрьевца. Спасатели сразу же производят боевое развертывание, раскручивают пожарные рукава, прокидывают их к специальному водоему, который расположен на территории объекта. Именно оттуда, через всасывающие рукава к предполагаемому месту возгорания подается вода. По легенде, разгерметизировался и загорелся резервуар с дизельным топливом номер 17. Соседние резервуары для охлаждения и ограждения от огня поливают водой из пожарного водоема. Спасатели на пожаре работают в специальном костюме ТОК-200. Он состоит из специального негорючего теплоотражающего материала с металлизированным покрытием и позволяет буквально проходить сквозь пламя. Главное предназначение – защита сотрудника МЧС от высоких температур. Работать в нем при воздействии жара в 200 градусов можно на протяжении 10-15 минут. Сложность только заключается в передвижении. Единственное, что сковывает движение, чтобы действовать быстрее. То есть перед тем, как в него одеться, нужно все необходимое ПТВ приготовить, чтобы оно было на месте. Одеться и потом уже непосредственно прокладывать магистральные линии, рабочие линии, стволы и так далее. В это время на месте рабочие магистральные линии прокладывают сотрудники еще четырех пожарных частей. Это ПСЧ номер 2, ПСЧ номер 1 из Перекопского городка, ПСЧ номер 53, прибывшие из центра города, и номер 3 из Доброго. Одновременно на месте событий разворачивают штаб. Именно здесь координируют действия всех подразделений. Пеной тушит сам очаг возгорания. Из четырех стволов ГПС-2000 – это генераторы пены, которые выдают 2000 литров пены в секунду. Дальность подачи – более 14 метров. По итогу условный пожар успешно ликвидировали их. В учениях приняли участие 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Сложность на таких объектах – это задействование большого количества сил и средств, особенно технических, с подачей большого количества водяных стволов на охлаждение резервуаров, и, соответственно, большого количества ГПСов на тушение по пене. Цель учений была изучение данного объекта и отработка совместных действий персонала объекта и пожарных подразделений. Пожарные подразделения справились на оценку удовлетворительно. Такие масштабные пожарно-тактические учения в нашем городе проводят регулярно. Так, уже послезавтра схожая тренировка для сотрудников МЧС состоится на нефтебазе в Улыбышево, а в пятницу тоже в Юрьевце, но на другой локации. Все это для того, чтобы в реальной ситуации справиться с пламенем быстро и эффективно.